Привет, ребята! Добро пожаловать в ЮНРИС ВЛАГАДЕГРЕАТСЯ! Итак, для сегодняшнего видео реакция, поехали к нашим любимым странам, который называется Руссия. Привет и спасибо за нашим русскими друзьями! Как вы все знаете, если вы делаете хорошо и прекрасно? И название этого видео, как вы можете видеть на моих тумнах, это «В целом, в мире, ведет с Нейтой к святой мастерской борьбе в Руссии. И также, кредит к владельцу с видео «Баррикада». Я оставлю в описании под видео, чтобы вы также можете связаться с владельцем этого видео. И если вы не знаете моего канала, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, и если вы получите какие-то комментарии и предложения связанные с этим видео, или любого русского видео, что вы можете предложить, оставляйте в комментариях, я люблю читать и отвечать всем, и сделайте свои предложения в видео. Я хочу сказать спасибо всем людям, которые пришли в нашей предыдущей реакции, и оставьте свои комментарии в описании. Спасибо большое, ребята, и я буду всегда благодарен вашему поддержку и любовь, и я надеюсь, что вы будете compartilять это видео с вашими друзьями и вашими любимыми. И еще немного информации в отношении этого видео. Это «Российские имеют плохое поведение об оборудовании своих врагов». В В.Чурчилл. Я думаю, что это было что-то, что мы не любим от России. Но давайте посмотрим на видео, какие ваши комментарии в отношении этого замечательного и удивительного видео, ребята. Потому что вы знаете, что русские знают лучше, чем я. Поэтому я делаю эту реакцию в видео, чтобы люди увидеть и оставить свои комментарии, какие их дополнительные информации в отношении этого видео. Давайте посмотрим на это. В этом видео вы узнаете, как трагикомично прошли учения доблестной военщины НАТО в Норвегии. Попрошу всех держаться до последнего и не смеяться. Погнали! Учения военных блока НАТО Трайден Джанкши 2018 по людскому и техническому задействованному составу крупнейшие за всю историю проведения подобного рода военных мероприятий. Задача была озвучена такая. Объединенной коалицией войск, а это около 60 тысяч военнослужащих, при поддержке семидесятков кораблей, 250 самолетов и 10 тысяч всевозможных наземных средств от велосипедов до танков, захватить оккупированную агрессором территорию. Надеюсь, никому не нужно подсказывать, какую страну в подобных учениях представляют агрессором. В составе вояк, осуществляющих освободительную миссию, представители не только 29 стран, входящих в альянс, но и крутившиеся неподалеку шавки, вроде Швеции и Финляндии, Австралии и Иордании, Грузии и Украины. Их тоже взяли на это святое дело. В качестве пострадавших выступали северная и центральная части Норвегии. Роль агрессора выполняли солдаты США, Канады и Швеции. Последних брали как проводников, знакомых с местными условиями. А теперь самое интересное. Как доблестные вояки НАТО справлялись с поставленной задачей. В начале учений ударили морозы, минус 15 градусов по Цельсию. Кто бы мог такое предположить? Оказывается, в северной стране в ноябре бывают заморозки. Это сразу отсеяло теплолюбивую составляющую войск. Они просто не брали в поход зимнюю форму одежды и все прочее для преодоления холодов. Свалили себе где теплее небоеготовые испанцы, славянцы и голландцы. В теплой Италии решил остаться и не прибыл к войскам главный командир всей этой заварухи американский адмирал Джеймс Фого. Не прибыл также десантный корабль «Ганстон Хелл» ВМС США. Он не смог обойти штормовой фронт. В результате сорвавшийся с крепежа десантный катер раздолбал внутренности корабля. Еще отсутствовали два фрегада близнеца «Галифакс» и «Торонто» канадских ВМС по причине пожара в машинном отделении у первого и в результате обесточивания из-за поломки всей энергосети у второго. А на берегу разворачивалась своя драма. Турки увидели фото основателя своего государства Ататюрка и нынешнего султана Эрдогана в числе врагов демократии. Рядом в методичке по врагам демократии красовались Путин, Айя Талахамени и Ким Чен Ын. Турецкие солдаты и офицеры обиделись, что не мудрено, и покинули учения в полном составе. Остальные все-таки высадились. Дальше произошло непредвиденное. Норвежские дороги, тоннели, эстакады и прочее дорожное хозяйство оказались не приспособлены для танков НАТО, так как поля и кюветы вокруг им двигаться не позволили. Так что танки встали, но остались различные бронемашины. Вот на них и стали гонять доблестные войска сил добра. В день доходило до трех ДТП, в результате которых много обочин было завалено броневиками. Учения шли, но наперекосяк. БТРами пользоваться запретили, ибо много потерь для мирного времени из-за скользких дорог, алкоголя в крови и наличия движения на дорогах общественного пользования. Пехота страдала от отсутствия туалетов и засирала в полном смысле слова не только леса и поля, но и города. Пошли жалобы со стороны освобождаемого от оккупантов местного населения. Учения пришлось сворачивать. Последней каплей стало потопление норвежского фрегата Хельге Ингстад. Он столкнулся с танкером и теперь лежит на дне. Но главными действующими лицами стали британцы. Они так и не смогли вступить в бой. И не потому, что враг силен. Они его даже не увидели. Их механизированную колонну тормознул фитоконтроль. На колесах и гусеницах, как сказали норвежские чиновники карантинной службы, вы привезли землю со своего острова. А это может привести к фитобиологическому заражению нашего государства. Хотите верьте, хотите нет. Но доблестные войска Ее Величества так и не двинулись с места. И по окончании учений, так и не разгрузившись отвалили от берегов Норвегии к своим туманам. И это все при том, что мы Россия их главный враг, на войну не явились. Что же они будут делать-то, если решат подойти к нашим отнюдь не ласковым берегам. Вау! Это действительно интересное видео. И это видео показало, как НАТО имел их упражнение и благодаря некоторым чиновникам НАТО не готовы делать упражнения. потому, что они уже не думают, что они не думают и идут в упражнениях о том, что они будут делать и о том, что они должны приобрести. Особенно в облаке облаке. Это происходит в Новом году. И некоторые из тех, которые просто собираются вместе, и у них их упражнения для подготовки более в порядке, в подготовке, в будущем. может быть. И, видя этот видео, почему? Почему? Потому, что они вернулись и просто облаке в дороге, потому, что они не готовы для температуры. Представляете, 15 градусов идеальной температуры для вентиля. 1, не холодно, 2 секунды. Сноя не сломает на дорогах, машина чистая. Будет что если края отправится к имитедуру или певильники, чтобы у 있고, кастричи в МСАЭТО, ты должен быть enormous, понимать с условиями в обуви с подготовки, о чем они могут уйти в станции, о чем они не удаляются. И это действительно интересное. Виделось это жал Principal. как большая проблема. И, ребята, если у вас есть какие-то дополнительные информации в отношении к этому обучению НАТО, что мы воспринимаем это как обучение НАТО в том, что делать такие обучения, и я очень хочу также поговорить с вами в комментариях. Какие ваши комментарии в отношении к этому видео? И если вы понравились этим видео и если вы действительно хотите видеть это видео и связаться с удовольствием этого видео, я оставлю в описании под видео. Если вы понравились этот видео, ребята, как я делал, просто дай мне огромный лайк, лайк и подписывайтесь на мой канал. Это Юн Рис Благадагри Ак, и сказать, стямблся и паситив, блеск. Если вы хотите к нашему социальному медиа, то есть здесь. Если вы хотите к нашему социальному каналу, то в описании под видео. Спасибо большое, привет! Спасибо, друзья, у Русские друзья. У вас хорошего дня, everyone. Пока-пока. Мы все-таки все-таки. Госбога-блес, и увидимся в следующем видео.